здравствуйте мои дорогие любимые самые замечательные слушатели подкаста подкаст сегодня необычный он необычен во-первых тем что место откуда я записываю подкаст необычно я сейчас только что закончила заниматься на лошади и решила изложить свои мысли которые у меня возникли во время тренировки сразу же в диктофон телефона то есть принципе сейчас еду за рулем включила диктофон на телефоне поэтому я не уверена в качестве звука не уверена в том как это будет ну давайте попробуем и так меня зовут юлия ходарцева и выслушаете подкаст о богатстве ценности себя и престижа и сегодняшняя наша тема будет называться люби себя цени себя и уважай себя независимо от того что тебе говорят и я вот тут столкнулась на днях с такой ситуации который бы я хотела бы вам рассказать потому как эта ситуация является прекрасным примером того что на самом деле когда люди говорят вам какие-то негативные вещи а вы это воспринимаете на себя эти негативные вещи не всегда относятся к вам я вам даже скажу больше эти негативные вещи всегда не относятся к вам потому как люди которые вам говорят что-то негативное это скорее всего их собственные проблемы и так конкретный пример из моей жизни 2 или 3 месяца назад когда я записала очередной свой выпуск подкаста мне позвонила достаточно близкая знакомая мне позвонила написала мне ватсапе что мой подкаст слушать невозможно что он идет очень быстрым тоном она мне говорит о том что причем у меня с этой девушкой достаточно близки были отношения такие дружеские можно сказать она начала говорить что его невозможно слушать и что она как мой потребитель как слушатель подкаста мне однозначно заявляет что это ужасно тяжело и она прямо выключает его на первой же минуте потому что мой голос очень быстрый и мне следовало бы подстроиться под мою аудиторию и сделать так чтобы людям было слушать комфортно на самом деле я тогда очень удивилась потому как ну первое одновременно с тем когда я получила сообщение от нее я получала еще десятки а я кстати действительно получают вас десятки сообщений о том как мне благодарны за подкаст и за это я вам вас очень благодарю и тогда с одной стороны да какой алгоритм действий у нас когда нам говорят какие-то подобные негативные вещи я сейчас хочу параллельно с этой истории чтобы мы с вами обсудили то как вы себя обычно ведете когда вас критикуют ну то есть обычно когда нам говорят такие вещи первое что я могу сделать сказать ой все мой голос никому не нравится я ужасно и я очень быстро говорю и больше никогда не буду записывать подкасты это просто ужас все заканчиваем да и мы часто так уходим в депрессию уходим себя и понимаем что мы больше не хотим там не знаю писать картины не знаю шить платья не знаю заявляйте себе становиться астрологами и прочее потому что какой-нибудь прекрасный человек в окружении нам скажет что наше платье такое страшненькое наш голос быстренький и прочее прочее вот что происходило дальше в этой истории как обычно здесь себя веду я какой алгоритм действия у меня я однозначно понимаю четко что то что говорят нам люди они отражают нам какие-то свои вещи и вот кто со мной сталкивать и как правило говорю что я отдаю тебе твое то есть первая мысль который меня часто возникает ну всегда возникает и начинают критиковать я прям как будто ставлю зеркало мысленно и говорю что я возвращаю тебе твое после этого я смотрю цепляет меня это или не цепляет да почему я на это смотрю если я нахожусь в нуле меня это особо не цепляет я отпускаю ситуацию и забываю не о ней приблизительно также у меня и произошло тогда когда девушка она очень настойчиво причем не об этом писал я сразу и сказала ну как будто твоя картинка мира остальным нравится но тебе не нравится не слушай и тут же нами начинает рассказывать что нет я же твоя целевая аудитория я как твой потребитель тебе активно заявляю что ты очень быстро говоришь и тебе надо меняться вот этот вопрос тебе надо меняться он тоже очень открытый и мы действительно часто хотим поменяться под нашу аудиторию так вот здесь включается второй момент ценности себя и твоей уникальности когда ты пытаешься под кого-то поменяться теряется твоя ценность и уникальность и может быть действительно я когда нибудь говорю чуть чуть быстро или чуть не быстро но вы за это же меня и любите потому что вот очень часто от вас приходит комментарий что я все четко конкретно по делу вот это вот не расплываюсь так скажем по древу да и вы за это в том числе меня и любите в том числе меня и слушаете я очень четко помню тогда свои свои мысли что мне было действительно не очень приятно это слушать тем более человек это не то не просто человек, которого можно исключить из жизни, а человек, с которым я каждый день общаюсь и каждый день вступаю в контакты. И человек старался мне постоянно, ну, продолжал мне писать и говорить, это все не так, ты делаешь очень быстро, говоришь, это не очень удобно, это не очень удобно тебе, это не очень удобно другим людям. И понятно, что человек это делал из самых лучших побуждений, потому что человек меня любит и желает мне только добра. Но вот здесь важно отследить себя, когда вас начинают критиковать. Особенно, знаете, так родители очень любят делать. Они же вам добра желают и начинают вам говорить, да нет, это невозможно, ну, как же ты, не знаю, начнешь вести тренинг, или как же ты сошьешь это платье, это невозможно. Вот здесь важно, чтобы вы это отследили и вернули это человеку. Это его неуверенность в себе, это его картинка мира. Я тогда это отследила, не включилась в этот процесс, но опять же здесь важно понимать, что я, знаете, в этом вопросе ценности себя, достаточно прокачанный человек, и то меня это немного подрубило. Поэтому я к чему вам рассказываю подробно эту историю? Пожалуйста, не воспринимайте здесь ничего, да, не воспринимайте критику, потому что апогеем всей этой истории было, знаете что? Буквально несколько дней назад эта девушка мне написала, Юль, представляешь, у меня подкасты стояли на ускорении. То есть у нее была техническая ошибка подгрузки моих подкастов, у нее они стояли на ускорении. То есть получается, что у человека есть техническая ошибка, и мы сейчас говорим, да, про техническую ошибку мобильного телефона, или там настройки подкастов, но в принципе это в нашей жизни так. Какой-то человек приходит к вам со своей технической ошибкой, ну в голове, скажем так, в своих представлениях о мире, и начинает эту техническую ошибку свою, потому что ему тяжело с ней ходить, да? Ему тяжело реально слушать подкасты, потому что у него там в голове есть свой адаптер, который адаптирует ему тяжело. Он начинает эту техническую ошибку перегружать на вас. Вы берете эту техническую ошибку и говорите, боже, у меня техническая ошибка, я не буду ничего делать, я не буду ничего создавать, я не буду действовать, да я вообще никто, у меня очень быстрый голос, у меня невозможно слушать, и перестаете писать подкасты, и перестаете создавать свой продукт, и перестаете заявлять о себе, потому что вам кажется, что это ваша техническая ошибка. Так вот я вам сейчас привожу конкретный пример. Когда была техническая ошибка у человека, этот человек попытался мне рассказать, что я быстро говорю, и это невозможно слушать моей аудитории. Вот для меня это прям такая школа жизни, и очередной урок того, что нужно любить себя, верить в себя, вне зависимости, что тебе говорят, что о тебе думают, и какие аргументы тебе приводят. потому что все их мысли, все их разговоры, и все их аргументы, это об их технической ошибке. Понимаете? И обратная сторона медали, у нас такая же история. На самом деле здесь вопрос не в том, что там девушка так поступила, действительно она хотела мне только лучшего, да, и мы часто очень из лучших побуждений пытаемся оградить наших друзей, оградить наших близких. Просто каждый раз, когда ты видишь какие-то негативы, возьми это к себе, и пойми, почему это происходит в твоей жизни. Порадуйся этому, пойми, что это твой новый уровень. Твой. Иди к своему терапевту, и проработай это. Прям приди и скажи, да блин, что-то как-то, не знаю, очень быстро подкасты Юлины идут, и меня это раздражает. И посмотри в эту проблему, и увидь, что ты можешь там выйти на новый уровень, а не старайся вытянуть Юлю на новый уровень, да, потому что Юля пойдет к своему терапевту и сама вытянется, если ей это срезонирует. Все, что вам резонирует, и где вы хотите кого-то научить жизни, даже из лучших побуждений, это все про вас. Точно так же и я, да, я каждый раз, когда вижу какие-то негативные вещи в другом человеке, когда человек не исполняет обещания, и когда, не знаю, когда человек там, ну вот там использует тебя, когда человек нарушает твои границы, я не истерю и не пытаюсь человека научить жизни. Так нельзя себя вести, ну-ну-ну, да, как мама. Я иду к своему терапевту, либо беру сама, разбираюсь с этим, почему так. Еще раз, знаете, вы единственный автор своей жизни. Все, что есть в вашей жизни, вы создаете сами. И если включаются какие-то реперные точки, какой-то включается резонанс, это лишь о том, что вы сами в себе резонируете. Знаете, вот в психотерапии есть отличные правила в расстановочной деятельности. Когда к нам приходит клиент, в тот момент, когда он к тебе подошел, и даже здесь вопрос не клиента, а любой человек, все, что ты испытываешь, это все его чувства. И вот вам прям механизм, как только тебе говорят, что ты там сильно жирная, ну, условно, такая подружка прям приходит и говорит, ты что-то тут поправилась, бери прям сразу и возвращай ей это. Значит, в этот момент она сейчас переживает за свой живот или полноту, или что-то еще. Поэтому она хочет эту свою неценность, перегрузить на тебя, понимаете? Вот эту свою техническую ошибку. И тогда вам станет легче жить. Понятно, что всем идеальным вы никогда не будете, а вы не будете всем идеальным именно потому, что вы резонируете остальным людям их частями, они вас не могут воспринимать. Поэтому я вас призываю к тому, чтобы не обращать внимания на то, что говорят люди, а идти и делать. Ну, потому что, знаете, если бы я тогда это не приняла, я сегодня смотрела утром 62 526 скачиваний моего подкаста. И все эти 62 тысячи слушают подкаст нормально. А одному человеку это быстро, понимаете? Вот это здесь об этом. И так же и в жизни у вас найдется 62 тысячи людей, которые наденут ваше платье, если вы шьете платья, которые будут читать вашу информацию по астрологии, если вы занимаетесь астрологией. Которые будут впитывать то, что вы даете им. Но когда-нибудь все равно будет находиться один, два, три, четыре человека, которым все-таки будет что-то не так. И часто это бывают близкие люди, там, не знаю, мамы, ну, мамы, папы, мужья, близкие подруги. Вот важно в этот момент это отследить и понять, что им что-то здесь резонирует. и не нужно ни с кем ругаться, нужно просто отдать зеркалом их техническую ошибку назад и жить дальше, продолжать шить платья, создавать подкасты, писать посты, потому что то, что ты делаешь, это идеально. Потому что только ты можешь так это делать. А все остальное, это просто технические ошибки других людей. Вот такой сегодня получился коротенький подкаст. Я даже не знаю, сколько он по времени. 12 минут 29 секунд пишет мне мой диктофон. Еще раз скажу, что я сегодня подкаст пишу из своего автомобиля и просто записываю в программу диктофона на телефоне. Любите себя, уважайте себя, цените себя и не слушайте никогда никого. Потому что вы большая ценность. И людям свойственно ошибаться на ваш счет. Потому как на самом деле они всегда говорят о себе. А вы единственный автор своей жизни. И все, что есть в вашем поле, это ваша картинка мира. А то, что есть в их поле, это их картинка мира. И возвращайте им их картинку. И забирайте себе вашу картинку для вашего развития. Ну что, с вами была Юлия Хадарцева и вы слушали подкаст о богатстве, ценности, себя и престижа. Всех люблю и всем любви. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok